Добрый день, уважаемые коллеги! Уже 14.00, и мы начинаем наш вебинар. Сегодня на вебинаре присутствует заместитель директора Института развития, содержания, образования, методов, технологий Кузнецова Ольга Владимировна. Я старший методист по русскому языку Круглова Ирина Викторовна и учитель школы 167 Трещова Татьяна Раджаповна. Сегодня мы хотим вас познакомить с новым контентом, который появился в Московской электронной школе. Он создан совсем недавно, лето. Это сценарий изучения темы Московской электронной школы. Сегодняшний наш вебинар, собственно говоря, для пользователей базового уровня. Завтра будет для пользователей продвинутого уровня. Многие из вас уже работают в Московской электронной школе, и поэтому для тех, кто только начал работать в Московской электронной школе, кто уже знаком со сценариями, но может быть сам еще не создавал даже сценарий уроков, предназначен сегодняшний наш вебинар. Итак, знакомимся с инструментом конструктора МЭШ. Что же представляет из себя сценарий изучения темы, как с ним работать и какие возможности он нам дает? Вот с этим мы сегодня с вами и познакомимся. Сначала начнем с определения. Что же такое сценарий изучения темы? На экране вы видите, что это электронный образовательный материал, который предназначен не только для проведения учебных занятий и организации самостоятельной деятельности обучающихся, но еще оценки образовательных результатов. Хотела бы обратить ваше внимание, что сценарий изучения темы создается по теме тематического каркаса Московской электронной школы. И обращаю ваше внимание, на этом слайде представлены отличия сценарий урока и сценарий изучения темы. Те, кто работал в Московской электронной школе, понимают и видели, что сценарий урока представляет собой интерактивный конспект для проведения урока, который включает в себя различные виды материалов – аудио, видео, приложения, тесты и так далее. А сценарий изучения темы, еще раз хочу обратить ваше внимание, это комплексный электронный образовательный материал, который разработан по целой теме тематического каркаса и предназначен не только для проведения учебных занятий, но и для оценки образовательных результатов по теме, и кроме того, для организации самостоятельной деятельности обучающихся. Вы видите, сколько, да, сразу преимуществ. И еще обращаю внимание, что мы говорим о теме тематического каркаса, которые включают в себя крупные дидактические единицы. И вложенные дидактические единицы первого уровня, ну и, соответственно, вложенные дидактические единицы второго. И когда мы говорим о раскрытии полностью темы, то мы говорим о раскрытии содержания крупных дидактических единиц данной темы. И вот здесь, на этом слайде, вы видите такую некую характеристику. Если ранее сценарий урока объемом был минимум шесть этапов, то посмотрите, сценарий изучения темы должен содержать минимум восемнадцать этапов и содержать материал для изучения минимум трех уроков. По структуре сценарий урока раскрывает одну или несколько дидактических единиц, то сценарий изучения темы раскрывает целую тему каркаса и раскрывает содержание основных дидактических единиц данной темы, которую выбрано. Учебно-познавательный контент. Сценарий урока содержались разнообразные виды контента. Я уже говорила об этом, да, аудио, видео, интерактивы, тесты. А вот сценарий изучения темы должен содержать такие задания, которые бы способствовали развитию основных ключевых компетенций обучающихся. И, наконец, контрольно-оценочный контент. Сценарий урока содержал задания разного формата. Это и ГИО, и международных исследований, и ВПР. А сценарий изучения темы – это разноуровневые задания и разные виды контроля. Мы еще сегодня об этом поговорим. Что же входит в содержание сценария изучения темы? Мы с вами так сейчас пошагово идем, да, это следующий шаг. Вот сценарий темы, еще раз обращая внимание, предполагает не менее 18 фрагментов и материал не менее трех уроков. Это все располагается в сценарии изучения темы. Каковы же требования к содержанию? Понятно, что содержание сценария изучения темы должно соответствовать требованиям в ГОС к результатам обучения, конечно же, примерной основной образовательной программе соответствующего уровня образования. Безусловно, содержание должно быть грамотным, то есть соответствовать нормам современного русского языка. А содержание всех электронных образовательных материалов должны не противоречить основам современных научных знаний. Изложенный материал в сценарии темы должен быть раскрыт последовательно и носить завершенный характер, потому что, еще раз повторяю, у нас сценарий изучения темы. Ну и отсутствие фактических или логических ошибок, конечно, эти ошибки не должны быть, так же, как и не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок. Учебно-познавательный контент. Вот здесь, обращая ваше внимание, мы уже говорили выше, да, что он служит для формирования и развития компетенций. То есть вы должны, задания в сценарии изучения темы должны быть направлены на формирование и развитие компетенций. Вот здесь представлены шесть основных ключевых компетенций, без которых невозможно обойтись современному человеку. И, конечно, одна из главных компетенций – это компетенции проектной и исследовательской деятельности. Я не буду сейчас подробно останавливаться на всех компетенциях. Татьяна Раджаповна сегодня вам покажет, как это реализуется в уроке. Буквально кратко, только на некоторых компетенциях. Вот еще компетенции критического мышления. Здесь должны быть предусмотрены такие учебные задания, такие учебные задачи, которые бы носили проблемный характер и требовали бы анализа информации, ее интерпретации и оценки, формулирования выводов. Если мы говорим о компетенции креативного мышления, то это наличие учебных задач, предполагающих нестандартные решения, оценку, отбор, выдвижение и совершенствование идей. Ну и так далее. Вот здесь основные шесть ключевых компетенций. Вот такое небольшое для вас практическое задание. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Здесь мы просим, чтобы вы ответили. Формирование каких компетенций предполагают представленные задания? С правой стороны написаны компетенции. Вы можете писать свои ответы в чате. Мы сейчас прочитаем и озвучим. Мы думаем, что сейчас пойдут ответы. Посмотрите, по цифре 1, какие компетенции должны формироваться и развиваться учителям, если мы предлагаем учебные задания, направленные на поиск ложной или ошибочной информации, выявление положительной или отрицательной стороны какого-то события, аргументированное согласие или несогласие с высказыванием. И второе, посмотрите по цифре 2, учебные задания, направленные на развитие умений, презентовать свои достижения, проводить интервью, участвовать в дискуссии. Пожалуйста, вы можете направлять свои ответы в чат. Есть у нас уже какие-нибудь ответы? Ну вот поступил один ответ пока, что цифра 1 – это критическое мышление, а цифра 2 – это компетенции командной работы. Так, Ирина Викторовна? Да, в критическое мышление, да, и компетенция командной работы, да, презентовать свои достижения, проводить интервью, но еще, пожалуй, здесь можно и коммуникативные, мне кажется, компетенции добавить, да, потому что здесь все-таки они тоже развиваются, это умение и слушать, и слышать, и вести диалог, поэтому здесь можно еще и коммуникативную компетенцию добавить. Ну что ж, идем с вами сейчас дальше. Может быть, если будут поступать еще ответы, мы озвучим. И сценарий изучения темы содержит еще и контрольно-оценочный контент. В этом тоже преимущество сценария. Посмотрите, разрабатывается несколько уровней сложности заданий на базовом, повышенном и высоком уровне. Если базовый уровень, это выполнение действий по образцу, готовому алгоритму, когда учащийся в знакомой ситуации, да, и понимает, что ему сейчас вот нужно сделать, то есть выполнять действия по образцу. Так же, как всегда, как обычно. На повышенном уровне уже выполняются действия с преобразованием, то есть они могут по самостоятельно составленному алгоритму в какой-то измененной ситуации. А если мы будем говорить с вами о высоком уровне, то это, конечно, создание нового продукта, решение какого-то способа действия уже по своему собственному замыслу. То есть когда уже обучающийся находится в какой-то новой ситуации, может быть, даже нестандартной для него, и создает какой-то продукт. И вот сегодня я вам как раз покажу тоже задание вот нескольких уровней сложности. И контрольный оценочный контент представляет еще и виды контроля, входят в виды контроля, это стартовый, текущий и итоговый по теме. Но все вы, безусловно, знаете, что стартовый контроль всегда проводится еще в начале учебного года, при изучении какой-либо темы. И на стартовом контроле он может быть организован в различных формах. Здесь я не буду озвучивать, вот на слайде здесь как раз представлены все формы контроля. Текущий контроль проводится по какой-то изучаемой теме, когда мы пошагово смотрим, да, что освоил у нас обучающийся, какие знания он приобрел, да, что он понял, что не понял. И, наконец, итоговый по теме, это вот контрольный, такой заключительный, да, итоговый контроль по теме, когда оцениваются знания, и мы показываем, насколько, понимаем, насколько широко обучающиеся освоили содержание, насколько качественно они его освоили, и делаем себе соответствующие выводы. Здесь показаны контакты, с которыми нужно, по которым вы можете с нами связаться. Я еще к этим контактам вернусь. А сейчас бы я хотела бы вам показать, видно сейчас на экране, да, показать, как создается сценарий темы. Вот так вот пошагово. Тот, кто, может быть, создавал сценарий урока, знает, как это создается. Здесь, может быть, ничего такого особо, ну, кое-что, какие-то новшества есть, я сейчас расскажу. Значит, что мы делаем? Мы находимся с вами сейчас на главной странице библиотеки Mesh. Вот здесь у меня вкладка, да, каталог. И для того, здесь вы увидите свою учетную запись. Вот здесь у меня, я здесь как учитель. И для того, чтобы создать сценарий темы, обратите внимание, вот здесь на эту горизонталь, здесь представлены все материалы Московской электронной школы. И вот сценарий темы, он прям первым стоит после материала Fresh, перед сценарием урока. То есть здесь, когда будут созданы сценарии темы, опубликованы, если вы нажмете на эту вкладочку, они все появятся. Итак, для того, чтобы создать сценарий темы, мы нажимаем с вами сейчас на этот плюсик. И вот сейчас открывается самое первое, как раз перед нами, сценарий темы. Кликаем. Сейчас немножко подгружается Mesh. Ну, вы знаете, что перед первым сентября многие сразу учителя входят, и может немножечко зависать. Итак, смотрите. Открывается вот такая вкладка «Свойства сценария темы». Здесь, если вы посмотрите, три таких поля, которые два из них обязательны для заполнения. Основная информация, работа в конструкторе. И третья дополнительная информация. Вы можете заполнять, можете не заполнять. Здесь вы можете указывать, если это необходимо, и кто с вами работал с авторами сценария темы, вводятся теги, которые необходимы, и прикрепляются. Многие вот иногда ищут, где же находятся файлы к сценарию, да, даже к сценарию урока. Вот файлы к сценарию темы находятся во вкладке «Дополнительная информация». Итак, вернемся с вами на вкладку «Основная информация». Обязательны поля для, те поля, которые отмечены звездочкой. Итак, название сценария темы. Ну, допустим, мы возьмем с вами тему тематического каркаса, существительная как часть речи. Вот я сейчас вам быстренько покажу, как мы это делаем. Итак, мы забиваем. «Существительное». Так, сейчас пропустила, да, я тут чего-то. «Существа. Существительное». Даже имя существительное, правильно, у нас будет? Да. Так, имя существительное. Здесь мы исправляем на маленькую букву. Вы помните, что все у нас должно быть без ошибок часть речи. Обращаю ваше внимание, что в названии сценария темы точка в конце не ставится. Далее мы должны с вами заполнить поле описания. Ну, что мы здесь можем написать? Не надо очень много. Можно в двух предложениях. Вы должны описать свой урок, то есть так, ну, своего рода, знаете, как некая такая реклама своего урока. Для того, чтобы учитель, когда он ищет необходимый себе урок, он посмотрел уже ваше описание и понимал, вот это сейчас ему подходит или он должен искать какой-либо другой урок. Да? Другую тему. Да, другую тему. Потому что мы сейчас говорим с вами о сценарии изучения темы. Я не буду сейчас подробно вот здесь все прописывать, просто у нас на это сейчас нет столько времени. Ну, допустим, мы напишем с вами, что материал сценария темы, ну, так, чтобы вам показать, сценария изучения темы соответствует, соответствует. так, напечаталось. Нет. Ну, напишем, например, требования в ГОС и ставлю точку. Вот здесь я ставлю точку. Понятно, что я просто вам сейчас показываю, как это делать, а вы уже здесь вот сами потом будете рекламировать сценарий темы или смотреть тот нужный сценарий. Вы уже вот здесь будете знать в описании, что вам нужно делать. Далее. Какие поля необходимо запомнить? Необходимо обязательно выбрать параллель. Видите, стоит звездочка. Ну, допустим, я выберу пятый класс. Далее. Я выбираю предмет. Смотрите. Видите, вам система сразу подсказывает, да? Выберите предмет. Смотрите обязательно на эти подсказки. Итак, я могу либо прокрутить вот здесь и выбрать нужный мне предмет, либо я начну писать. Смотрите. Русский язык у меня высвечивается, и я одним кликом нажимаю. Русский язык. Все. Я предмет выбрала. Теперь мне нужно выбрать тему. Опять-таки, это поле обязательное для заполнения. И вот здесь, когда я нажимаю, раскрывается тема каркаса и дидактические единицы. Мы ищем, где у нас тема, о которой мы, которую мы, собственно говоря, должны раскрыть. Вот она. Имя существительное, как часть речи. Я нажимаю, и вот здесь открываются дидактические единицы. Вы выбираете те дидактические единицы, которые нужны вам. Ну, допустим, я выберу склонения существительных. Ну, давайте вот мы с вами сейчас все выберем. Сейчас пока система вот так выбрала. Но можно выбрать вот еще. Да, вот дидактические единицы. Давайте я их выберу. Вот так. Да? Вот мы с вами выбрали. Обязательно в конце я должна нажать вот эту кнопочку «Применить», иначе у вас ничего не сохранится. Вот, посмотрите, мы с вами у нас, поскольку сценарий изучения темы, да, посмотрите, у нас все дидактические единицы по этой теме, которую мы должны изучить, они прикрепились. Далее нам уже больше не нужно сейчас выбирать тему. Дальше уровень изучения. Мы выяснили, да, вот здесь мы можем смотреть, базовый у нас или углубленный. У нас базовый с вами сейчас уровень. Можно выбрать технологию обучения, пожалуйста, да. И еще, обращая ваше внимание, вот смотрите, папка для хранения материала. Ну, вот здесь она у меня уже высветилась, папка. Она просто у меня уже есть. Имя существительное, как часть речи. Можно нажать выбрать папку по молчанию, можно нажать изменить папку и выбрать какую-либо другую папку. И вот здесь указание, что ту папочку, которую вы выберете, да, материал будет сохранен в существующую папку. Теперь возвращаюсь вверх. Что еще на этой страничке я могу заполнить? Посмотрите, вот здесь написано загрузить обложку. Можно загружать, можно не загружать, но вы понимаете, что здесь у меня написана тема, да. Вот видите, класс, сценарий темы, кто автор. Но если вы загрузите какую-то интересную обложку, понятно, что она сразу будет цеплять тех, кто ищет необходимый материал, да. Как мы можем это сделать? Мы нажимаем загрузить обложку, обложку, и может у вас быть на рабочем столе, сейчас, допустим, на рабочем столе, вот у меня обложка, да. Ну, допустим, пускай будет такая. Нажимаю открыть, и вот она появляется. Здесь она не полностью, но когда урок сохранится, она будет полностью. Теперь, на что еще хотела обратить ваше внимание? На работу в конструкторе. Вот после того, как вы заполнили всю основную информацию, нужно обязательно выбрать, как вы будете создавать этот сценарий. Вот обратите внимание, здесь показаны используемые оборудования, то есть интерактивная доска, вот здесь уже стоят автоматические галочки, которые будут заполняться, компьютер учителя и планшет ученика. На планшете ученика, как правило, заполняется необходимая информация и какие-то, может быть, там контрольные задания. На компьютере учителя вы будете писать тот материал, или вы, если ищете, вы будете смотреть тот материал, который необходим учителю для проведения урока. И на интерактивной доске могут быть интерактивные приложения, может быть, какая-то дополнительная информация, видео и так далее. По умолчанию. Видите, здесь написано свободное расположение, то есть, каким образом будет размещаться информация вот на этих трех слайдах. Если вы не укажете здесь, как будет размещаться информация на слайде, автоматически у вас будет свободное расположение. И потом уже, когда вы будете делать сценарий темы, вы не сможете изменить расположение информации на слайде. Вот на это обращаю ваше внимание. Что значит блочное расположение? Ну, кто как делает, может быть, некоторым удобно и блочное расположение. Здесь уже как бы система все за вас делает. То есть, в определенной позиции расположен заголовок, соответственно, определенные макеты есть, и вы уже можете расположить в определенной последовательности. Они автоматически у вас уже будут выравниваться, различные видео, текст и так далее. В свободном расположении вы уже сами располагаете, как вам удобно, как вы хотите. Поэтому здесь уже, так сказать, полет вашего творчества. Ну и про дополнительную информацию я вам уже сказала. И теперь, что необходимо сделать? Теперь нажимаем главную клопочку «Создать сценарий темы». Еще раз обращаю ваше внимание. Обязательно нужно выбрать порядок расположений на слайде. Ну, пускай будет у нас сейчас свободное расположение. Нажимаю «Создать сценарий темы». Сразу появляется вот такая вкладка. Она состоит из 17 страниц. «Свойства урока». И здесь вся краткая информация от заполнения до того, что нужно делать и как заполнять экраны. Вы можете это прочитать. Если вы все усвоили, один раз можно, так сказать, пролистать. Вот здесь нажимается кнопка, там следующий шаг, да. А можете просто нажать «Больше не показывать» после того, как вы все пролистаете. И вам это показываться не будет. Итак, смотрим теперь с вами. Вот у нас появился с вами вот так на экране вот такое расположение. Значит, смотрим с вами вот сейчас с левой стороны. Вот здесь располагаются три экрана. Соответственно, здесь подсказка вам, да. Это интерактивная доска, это планшет учителя и это планшет ученика. Если они у вас заполнены не будут, здесь будут стоять вот такие плюсики. Когда у вас эти экраны заполнены, сначала появится кружочек, а потом вы уже увидите ту информацию, которую вы размещали. Теперь дальше. Обратите внимание, что каждый фрагмент сценария темы должен быть назван. То есть вы вот здесь обязательно пишите, что на этом этапе сценария изучения темы будет. Мы с вами говорили, если помните, что не менее трех уроков. Поэтому я вначале напишу урок урок один. Ну, пускай давайте напишем с вами тему, да, имя, просто имя существительное, как часть и просто тема. Я просто напишу слово тема, ну, а вы, соответственно, там напишите эту тему, да, которую вам нужно. Теперь смотрите. Все материалы, которые вы будете прикреплять к своему уроку, они будут располагаться во вкладке материалы сценария. Здесь, если вы вдруг что-то забыли и хотите изменить, ну, например, там, в названии своего урока, да, или в описании своего урока, вы нажмете вкладочку свойства. Мы еще к этому вернемся. Давайте теперь посмотрим, да, если вы что-то сделали и понимаете, что что-то не так сделали, вам нужно отменить, так же, как в ордовском документе, да, отменить, и есть кнопочка вернуть. Теперь давайте попробуем с вами что-то разместить на экранах. итак, а, да, вот еще. Для удобного пользования вот есть кнопочка шаблоны. Вы можете выбрать, пожалуйста, какой-то шаблон урока, либо что-то можно не выбирать. И сетка. Настройка сетки, то есть сетку, здесь видите, она включена автоматически, режим прилипания и шаг сетки, то есть так, чтобы удобно вам было размещать ваши материалы. Итак, текст. Посмотрите, может быть, пользовательский текст, то есть, когда вы сами что-то пишете здесь, да, ну, например, давайте напишем с вами «Ставствуйте», допустим. Вот вы что-то написали, да, если вам нужно поменять шрифт, вот здесь с правой стороны вы нажимаете, и вы видите, да, вы можете поменять шрифт точно так же, как в вордовском документе. Размер шрифта, выравнивание, интервал и так далее. То есть все, как в вордовском документе, ничего какого особого сложного здесь нет. Далее, есть еще текстовый материал, да, вы можете набрать текстовый материал, он появится в библиотеке учителей по той теме, которая вам нужна, и вы просто этот материал можете выбрать. Далее, ну, что очень часто еще располагают на интерактивной доске, очень часто, да, например, можно добавить какие-либо изображения. Вот вы кликаете на изображение, и, соответственно, у вас появляется в каталоге, обратите внимание, видите, уже те изображения, которые подобраны к вашей теме, сценария, темы, потому что вы указали необходимые дидактические единицы. Вот здесь в фильтре они как раз показаны. Ну, например, давайте самый первый просто возьмем с вами, да, нажимаете на него, и написано добавить сценарий темы. Добавляем. Вот у нас появилось с вами три склонения имен существительных. Вы можете, пожалуйста, разместить это, вот, ручка передвигается, можете сюда разместить, да, вот, как, как угодно. Можно, так, сейчас, да, вот мы с вами разместили материал, так, сейчас я попробую подвинуть, вот, так, посмотрите, что-то у меня, это мы сделали с вами, так, сейчас я подвигу, вот, вот эта кнопочка, если вы на нее нажмете, вот здесь, так, сейчас, ну, что-то у нас система немножко подвисла, здесь можно убрать вот эту надпись, которая, ну, чтобы не высвечивалась она на доске. Далее, что можете еще здесь добавить? Можете добавить, например, там, если не изображение, видеоурок, если вы кликните на, пожалуйста, вам открывается, смотрите, именно существительное падежное окончание, опять-таки, вы выбираете нужные и пишете добавить сценарий темы. Теперь, посмотрите, вы добавили изображение, но вдруг понимаете, что вам это изображение нужно не на интерактивной доске, а нужно на планшете ученика. Что можно сделать? Можно сделать, скопировать этот материал, соответственно, вы нажимаете правой кнопкой мыши на данный экран, нажимаете кнопочку копировать, двигаетесь на экран ученика, опять-таки, ставите курсор, правая кнопка мыши и пишите вставить. Вот он у вас здесь появился. То есть, можно скопировать. Соответственно, допустим, отсюда вы этот материал можете убрать, вы сюда пришли и можете просто этот слайд, например, очистить. И вы видите, вот еще раз обращаешь внимание, что если стоят плюсики, значит, не заполнен экран. Далее, можно добавить приложение. Оно тоже есть в каталоге. Например, приложение, ну, возьмем с вами склонение имен существительных. Добавляем. Вот у меня появилось интерактивное приложение, я могу им пользоваться. Так, сейчас мы сделаем поменьше, например. Что еще мы можем сделать? Мы можем добавлять, например, какие-то фигуры. Ну, допустим, нам нужно что-то там, я не знаю, написать или создать собственный интерактив. Вот здесь мы можем создать собственный интерактив. Выбираем фигуру, пожалуйста. Здесь мы можем ввести любой текст. Например, если нам нужно составить какую-то схему, кластер, пожалуйста, мы можем выбрать эти фигуры и здесь написать. Далее, что еще мы можем добавить? Мы можем еще, ну, перейду, допустим, на другой экран. Мы можем еще добавить с вами таблицу, да? Для этого мы выбираем сколько нам нужно строчек, колонок. Ну, допустим, вот у нас появилась табличка, видите? И мы тоже можем эту табличку соответственно с вами заполнить. так, не хочется здесь больше. Дальше, что мы еще можем сделать? Можем добавить какую-то ссылку. Ну, допустим, ребятам нужно поработать с какими-то словарями. Вы нашли в интернете этот словарь и, соответственно, хотите дать ссылку на урок. Тогда вот в этом поле описания вы пишете, ну, например, там, орфографический словарь, а здесь вставляете ссылку из поисковой строки и нажимаете кнопочку добавить и ссылка у вас будет активной. Ребята при изучении сценария темы смогут нажать на эту ссылку и, соответственно, сделать то задание, которое вы сказали. Можно, посмотрите, сделать тестовое задание, тест или тест из учебника. Только обращая ваше внимание, выскакивает сразу предупреждение, что контент всех слайдов, если вы делаете тест, будет удален и заменен на выбранный тест. То есть обязательно читайте все эти подсказочки. И еще хочу обратить ваше внимание, вот вкладка материалы можно добавить презентацию, можно добавить сценарий какого-либо урока, можно добавить параграф учебника. Я нажимаю, да, и мне сказано, что контент вот этого слайда будет заменен на выбранный параграф. Продолжи, давайте нажмем с вами да. Так, попробуем вот так, что-то сейчас пока система, да, давайте мы попробуем их почистить, так, да, 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 сейчас мы выберем, давайте попробуем еще раз параграф, да, ага, мы почистить, и мы сейчас с вами выберем параллель, да, пять, я правильно, а вот есть русский, вот русский язык, вот у нас пятый класс, да, и я выбираю, ну, сейчас немножечко подвисает система перед первым сентября, четвертый я там выбрала, да, нет, ну, подвисает немножко система, да, так, ну, вот таким образом можно выбрать либо параграф, да, можно выбрать презентацию, прикрепить, например, свою, можно прикрепить сценарий, и таким образом вот здесь далее вы, например, а, вот еще на что обращаю ваше внимание, вот здесь указывается количество минут, да, то есть, допустим, на данном слайде вам достаточно четыре минуты, вы можете выбрать, да, здесь время, ну, и так далее, то есть у вас автоматически вы будете видеть потом время, минуты, сколько у вас осталось. Еще хотела обратить ваше внимание, что этапы сценария темы можно менять, ну, поменять их просто местами, они передвигаются, это тоже не очень, это несложно. Итак, возвращаясь на вкладку материалы, темы, да, еще раз говорю, здесь будут все материалы, которые вы прикрепляются к уроку, и обязательно нажимайте кнопочку сохранить, иначе материалы у вас не сохранятся. И еще обращаю ваше внимание, вот здесь кнопочка свойства, вот видите, вы опять вернулись сюда, если вам нужно что-то откорректировать, вы обязательно корректируйте и сохраняйте сценарий темы. Ну, самое основное я вам сейчас рассказала, и вы теперь понимаете, как строится сценарий темы, какие его преимущества, а сейчас мы непосредственно практически с вами посмотрим, как это делается, и я передаю слово учителю 167-й школе Трещовой Татьяне Раджаповне. Коллеги, пока Татьяна Раджаповна подключается, я еще обращаю ваше внимание, что если у вас возникли вопросы, и вы хотите что-то посмотреть подробно, чтобы мы вам показали, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате. Итак, слово Татьяне Раджаповне. Здравствуйте, уважаемые коллеги, я вас поздравляю с началом учебного года, желаю вам здоровья и творческого вдохновения, и хотела поделиться с вами опытом создания темы Московской электронной школе. Это новый формат, который немного отличается от предыдущих, и самое главное его отличие в том, что можно разрабатывать не отдельный урок, не отдельный кусочек темы, а целостную структуру, и сразу понимать, как она целиком будет устроена, и как ее будут осваивать дети. Я взяла для разработки тему глагол в пятом классе. Тема это еще моя, я отправлена на модерацию, она находится в работе, но тем не менее я хочу с вами поделиться некоторыми моментами. Как удобнее всего приступить к разработке темы урока? Три кита, на которых основывается работа в разработке темы, это тематическое планирование, это естественно тематический каркас, результаты и формируемые развиваемые компетенции. Когда мы начинаем работать по созданию темы урока, конечно, мы должны посмотреть прежде всего в тематический каркас. Я когда хотела взять для разработки темы глагол, я думаю, ну, возьму я, например, спряжение глаголов и на 18 этапов ее растяну. Но на самом деле оказалось все не так просто, потому что тема в тематическом каркасе глагол как часть речи. И все дидактические единицы это испряжение и виды глагола и в общем все, 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 что в пятом классе изучают по этой части речи. Когда мы проработали планирование, мы поняли, что именно мы должны включить в тему урока, мы обязательно с вами должны посмотреть результаты. Каким результатом мы должны прийти при освоении вот этой темы. И конечно наш контент он будет связан с этими результатами. Безусловно, компетенции, основные компетенции, которые мы тоже должны развивать, они тоже будут связаны с особенностями разработки нашего контента. вот эта тема большая, глагол, там почти 24 урока, собственно, 24. И для того, чтобы дети в ней ориентировались, мне показалось такой интересной находкой сделать лист самооценки, который дети будут получать в самом начале своей не темы. Этот лист прикреплен к материалам урока и будут отмечать свои достижения или наоборот затруднения в ходе освоения темы. Когда мы делаем тему целиком, это очень удобно, мы можем на каждом уроке возвращаться к этому материалу. Для того, чтобы языковой материал и знания по какой-то большой теме были не отдельные, не разрозненные, структурированные, например, в пятом классе может быть имеет смысл сделать такую схему, когда мы ее раздаем детям она пустая или частично заполненная, может быть, здесь написать слово совершенное, и тогда будет понятно детям, о чем идет речь. А в конце, когда мы систематизируем, повторяем все то, что мы изучили по данной теме, то мы можем посмотреть на эту карту, посмотреть на эту схему, и вот, например, для глагола использовать ее при морфологическом разборе. После того, как мы поняли, что именно мы включаем в тему урока, какие фрагменты, какие элементы, тогда уже можно приступать к разработке такого стержня, такой какой-то истории, которая объединит все эти уроки. Ну, вот, например, я после того, как изучила достаточно много разных методических разработок, решила, что это будет путешествие, формат путешествия на остров Глагольный. И, собственно, вот эта история, история с городами, улицами, жителями острова Глагольный, она объединяет всю тему. После того, когда эта история, да, придумана, эта логика развития изучения темы тоже выстроена, можно уже приступать к созданию самого сценария. Очень удобно, поскольку это у нас с вами очень большой такой громоздкий материал, то есть, как минимум 18 там должно быть элементов, конечно, удобно как-то разграничить, где какой урок. Но, понятно, что мы пронумеруем уроки, мы напишем на освоение, какой дидактические единицы направлено, направлено этот фрагмент. И еще удобно, когда мы цветом обозначаем, ну, вот, например, у меня стартовый контроль, красным цветом, а не с глаголами желтеньким, а вот виды глагола, там несколько уроков, они голубым. В общем, это удобно для того, чтобы и детям, и коллегам, ну, и вам тоже было удобно ориентироваться в вашем большом сценарии изучения темы. для того, чтобы сделать таким более насыщенным, более наполненным каждый элемент, можно использовать, собственно, все материалы, не материалы, а все возможности mesh, да, то есть на одном слайде можно расположить, вот, предположим, несколько приложений, не одно, а несколько, да, если с, предположим, с тестом или тестовым заданием это не пройдет, особенно с тестом, там заменится целиком весь слайд, то вот с приложением это вполне можно сделать. И, конечно, когда мы на доске ученической располагаем какие-то задания, да, например, для того, чтобы дети могли выбрать какое-то задание и его выполнить, мы должны понимать, вот какую вещь. То есть задания, которые мы даем, они разноуровневые. И вот этот момент еще выбора задания, да, это тоже говорит о том, на каком этапе освоения темы ребенок себя чувствует уверенно, он ведь выберет то, которое он сможет легко сделать, или ему будет интересно его делать. Ну, вот, например, каким образом связаны, я говорила, да, в начале, что обязательно смотрим результаты, которые мы должны в итоге, которым должны прийти. Ну, вот, например, на базовом уровне при изучении инфинитива мы должны прийти к тому, чтобы ученики умели образовывать форму инфинитива. и вот это задание, да, оно как раз с этим связано. Развитие компетенции, тоже мы понимаем, что мы именно развиваем, самоорганизация и планирование результатов деятельности. На высоком уровне в результатах, да, обозначено, результат обозначен таким образом, что дети должны уметь характеризовать грамматические морфемные признаки инфинитива. В задании вот эта часть, она как раз направлена на достижение этого результата. То есть для того, чтобы найти инфинитив, инфинитив найти это мало, нужно еще доказать свою точку зрения. И как раз здесь мы и будем использовать грамматические и морфемные признаки. На повышенном уровне можно предложить, например, такое задание, да, это опять неопределенная форма, но компетенция, которую мы здесь развиваем, она другая. То есть если мы создаем инструкцию и используем в ней определенный языковой материал, то, естественно, задание усложняется. А текущий контроль, да, и те результаты, которые мы должны, к которым мы должны прийти, они тоже будут касаться грамматических и морфемных признаков глагола. А вот на повышенном, на самом высоком уровне, да, каким образом сформулирован результат, что обучающиеся должны уметь исследовать синтаксические функции инфинитива. Вот это групповое задание, да, то есть это получается задание у нас комплексное. Мы развиваем компетенцию групповой работы, мы развиваем компетенцию исследовательской деятельности. Вообще для достижения, для развития и для формирования разных компетенций можно использовать самые разнообразные интересные задания. Ну вот, например, вот эта работа в паре, да, она предполагает рефлексивную оценку своего участия. То есть понятно, что кроме коммуникативной и работы в группе компетенции, работы в команде, мы еще и сама контроль развиваем, да, а здесь у нас и мышление креативное и ведь вот эта игра это же такой небольшой элемент проектной работы. То есть здесь они, как правило, очень тесно связаны, развиваемые компетенции. В пятом классе, конечно же, для ребят сложно самостоятельно с нуля вот так вот прийти в класс и сказать, все, сегодня мы делаем проект, раз его и сделать. Конечно, им необходим и материал для тренировки и пример, как это может выглядеть. То есть Московская электронная школа, она позволяет разместить дополнительный материал, например, в виде ссылки на какой-то внешний ресурс. Этим внешним ресурсом может стать и Яндекс.Диск, и Гугл.Диск, и какой-то ваш собственный сайт. То есть чтобы не загромождать, да, не делать совершенно таким переполненным слайд, можно сделать вот таким образом. Вот, кстати, если говорить о компетенции проектно-исследовательской деятельности, то даже контрольную работу можно сделать в виде проектной работы. То есть если мы предположим какому-то пятиклассникам предложим в качестве контрольной работы сделать путеводитель, я думаю, что они очень обрадуются этому предложению, и особенно если будет выбор, например, между диктантом и проектной работой. Вот. Еще я хотела сказать, какими внешними ресурсами можно пользоваться. Конечно, сейчас вы очень подробно посмотрели, послушали, какие возможности предоставляет инструмент Московская электронная школа, и текст, и медиа, и интерактив, и таблица. можно использовать всем известный нам вот этот ресурс Learning Apps, как я уже говорила, ссылки на внешние ресурсы. Вот это очень интересный сайт для дистанционного обучения, он тоже бесплатный. Это сайт, на котором можно создавать квесты, и тоже их включать в урок, можно ссылки. И для оформления можно использовать много разных редакторов, ну, вот, например, Canva. Вообще Московская электронная школа предоставляет нам достаточно такие широкие возможности, и вот формат темы урока, не отдельного сценария, а целой темы, он позволяет нам самим структурированно отнестись к планированию, и детям сразу понимать, о чем идет речь, и стараться не просто приходить на урок, приходить, вот, понимая, зачем они пришли, и что они, какое приращение они сегодня получат. Вот, большое спасибо. Спасибо, Татьяна Раджаповна, ну, вот, я смотрю, сейчас пока в чате вопросов у нас не появилось, никаких новых, может быть, если будут вопросы у коллег, вы пишите в чат, и еще хочу обратить ваше внимание на то, что завтра наш вебинар будет для повышенного уровня, и вся информация, она размещена на нашем сайте Института содержания методов и технологий образования, может, заходить, там есть ссылки, и все вебинары вы тоже увидите. И еще обращаю ваше внимание, что со 2 сентября будут у нас консультационные часы, по тем вопросам, которые у вас возникли, мы будем проводить консультации. Если сейчас нет никаких вопросов, то мы рады, что вы сегодня были с нами, что мы поделились вот такой интересной возможностью вам рассказать о новом контенте, сценария изучения темы, и попрощаться с вами, всего вам доброго, до свидания, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok